Черви в черешне. Лакомясь черешни, нередко можно встретить червивые ягоды. Некоторые при виде червячка вынимают его и едят черешню дальше, а вот брезгливый человек почти всегда выбрасывает червивые ягодки. Откуда могут появляться черви в черешне и опасно ли есть поврежденные ягодки? Признаки воздействия на черешню у червей. Откуда в черешне берутся черви? Этот вопрос довольно популярен в период сбора урожая. Червивые черешни возникают вследствие отложения личинок вишневой мухи. Маленькая насекомая лакомится сладким выделением вишневой клит, поражающей молодые побеги фруктового дерева. Как только муха насыщается, она делает прокол в ягоде и оставляет в нем свои яйца. Вследствие этого ягода начинает гнить и опадает задолго до того, как наступит полное созревание. Гниющая ягода становится привлекательной для большого количества мух. Именно они являются разносиками множества инфекционных недугов и несут опасность для организма человека. Важно! Сами белые червячки в черешне личинки не наносят вред организму человека. Однако именно они создают благоприятные условия для размножения мух, которые несут угрозу организму. Чтобы себя обезопасить, нужно удалить из черешни червячков и обдать ягоды кипятком. Только после этого их можно употреблять. Черви в черешне, червивая черешня, что делать? Как бороться с червивой черешней? При высокой степени зараженности вредителями возникает острая необходимость в опрыскивании фруктовых деревьев инсектицидами. Для высокой эффективности мероприятий потребуется не меньше двух обработок. Согласно рекомендациям специалистов, желательно провести Первый этап обработки – до начала массового вылета вишневых мух. Как правило это происходит, когда температура воздуха не опускается ниже 18-19 градусов Цельсия. Также оповестить о начале вылета мух может цветение акаций. В этот период крайне важно провести опрыскивание грунта, из которого выходят насекомые. Также можно использовать желтые клеевые ловушки, которые потребуется равномерно развесить по деревьям. Для их изготовления на картонные листы клеятся ярко-желтые листы бумаги. Поверх листов наносится желтый клей Alt, активно применяющийся в ловчих поясах. В момент, когда на ловушках будет собираться более 15 мух, можно говорить о массовом вылете насекомых. Чтобы не использовать химию, можно ловушки изготавливать со сладкой жидкостью. Второй этап нужно проводить спустя 14 дней после предыдущего, однако не позже, чем за 15 дней до начала сбора ягод. Для обрабатывания черешни отлично подойдут такие инсектицидные средства, как карате, октара, молния и искра. Желательно каждый год менять репараты, чтобы избежать оревыкания насекомых к составу средства. И после сбора урожая важно тщательно вымыть ягоды с дерева, которое было обработано. Во время обработки кроны деревьев следует опрыскивать и грунт вокруг ствола дерева, чтобы избавляться от куколок-вредителей, расположенных в очве. При желании можно воспользоваться народными средствами. После того, как дерево отцветет, нужно взять немного кваса или компота и разлить по срезанным пластиковым бутылкам. Емкости подвесить на фруктовые деревья. На каждое деревце потребуется 5 таких бутылок. Как только жидкость начнет бродить, аромат привлечет вредных насекомых и они слетятся к источнику запаха. Периодически следует избавляться от попавшихся мух и доливать свежую жидкость в емкость. Важно проводить быстрый сбор плодов. При поэтапном вишневые мухи успевают повреждать оставшиеся незараженные ягоды. Полностью собрав урожай, нужно убрать подалицу, которая скапливается под деревьями. Рекомендуется уносить ее подальше от садового участка. Это позволит предотвратить попадание новых личинок в грунт, где они смогут окуклиться. Важно уничтожать вишневую тлю, чтобы та не привлекала своими сладковатыми выделениями вишневых мух. Также нужно вывести садовых муравьев. Под черешнями стоит высаживать такие растения, от которых вредитель захочет уйти подальше. Подобными свойствами обладают ноготки и бархатцы. Также стлю поможет справиться отвар полыни и табачного листа. Прокипятив 5 минут, нужно добавить несколько капель жидкого мыла для улучшения прилипания к листве и создания воздухонепроницаемой пленки, который не дает ли дышать. Важно! Нужно постараться вывести вишневых мух с участка еще весной. Каким образом выгнать насекомых решает каждый садовод индивидуально. Уход за черешней весной. Червивая черешня нередко портит настроение дачникам, которые так долго ждали спелости любимых ягод. Чтобы из куколок, которые зимой в грунте, не успели вывестись взрослые мухи, требуют ранее весной перекопать землю под черешнями. Или запустить на садовый участок кур, которые быстро выберут их. После перекапывания важно выровнять почву, используя грабли. После этого следует накрыть почву черной пленкой. Это не даст вылупившейся мухе вылететь на волю. Во время начала массового слета мух рекомендуется обработать деревья октаром, шерпой, децесом, оревом, матчем. Обработка дерева от мух не стоит перечисленными средствами обрабатывать ранее спелые сорта черешни, так как снимать плоды после обработки. Этими препаратами можно лишь спустя 20 дней. Также в начале апреля до появления первой листвы нужно провести обработку медным купоросом. Для этого смешивают 10 литров воды и 125 мл медного купороса. Весна – лучшее время для проведения опрыскивания дерева с этим препаратом. Обработка бордоской жидкостью. Для этого смешивают 125 мл медного купороса с 10 литров горячей водой. Отдельно разводится негашаная известь с водой. Далее нужно смешать оба раствора и опрыскать полученным составом деревья. По желанию можно провести опрыскивание деревьев хлорокиси меди. Нужно 40 г химиката растворить в 10 литров воды. Проводить обработку черешни следует в период появления бутонов на ветвях. Весенняя обработка и дальнейший уход – очень важный этап ухода за фруктовыми деревьями. Как очистить черешню от червяков. Как избавиться от червей в черешне, чтобы они были готовы к употреблению. Когда в собранном урожае отмечается большое количество червей, возникает необходимость как-то избавиться от них. Что может случиться, если случайно съесть ягодки с червями? К примеру, человек просто забыл вытащить червя. При продолжительном периоде жизни белого червя внутри черешни повышается риск возникновения и отравления, так как мякоть начинает гнить. При подгнивании черешни во рту ощущается вкус неприятной горчинки. Черви в черешне опасны для людей или это миф? Если червяк всего недавно расположился в мякоти, то никакого вреда здоровью такая еда не нанесет. Единственной неприятной проблемой станет психологическая неприязнь происходящего. Кому будет приятно употребление ягод вместе с червями? Однако в данной ситуации стоит отключить фантазию. Червь – это не глист и он не несет опасность. Чтобы удалить червей из черешни, ее необходимо замочить в соленой воде. Чтобы удалить червей из черешни, можно использовать старый, проверенный временем метод. Для этого потребуется настоять ягодки в воде. Можно воспользоваться обычной проточной водой комнатной температуры, а можно ту же воду немного подсолить. Чтобы спасти урожай, полтора килограмма потребуется подготовить 3 литра воды, 1 стакан, ложки поваренной соли, с горкой, большую кастрюлю, туршлаг. Как убрать червяков из черешни данным способом поэтапно первым делом нужно перебрать собранные в саду ягодки. Следует полностью удалить листву, ветви, хвостики и гнилые плоды, в которых давно начали заводиться черви. Это позволит попасть соленой жидкости в сердцевину черешин через отверстия, к которым крепятся хвостики. Очень важно, чтобы температура жидкости была приближенной к комнатной. Растворив в воде соль, нужно тщательно ее перемешать в избежании оседания кристалликов на дне. Опустив воду черешни, нужно подливать воду до тех пор, чтобы она полностью покрыла ягодки. Спустя 30 минут можно заметить червяков, которые всплыли. Разместив ягодки в дуршлаге, следует промыть их под проточной водой. Теперь можно кушать черешню как сырую, готовить из нее варенье черешневый компот. Как еще удалить червей из черешни? К сожалению, до сих пор это единственный метод, с помощью которого можно избавиться от вредителей и не испортить внешнюю оболочку черешин. Однако, следуя советам специалистов, можно своевременно обрабатывать деревья и не допускать появления насекомых, которые становятся причиной появления личинок и белых червей. Червяки в черешне не должны портить урожай.